В Шанхай завершилась встреча министров торговли стран G20. Главным итогом стало принятие сразу нескольких документов. Стратегии роста глобальной торговли, рекомендации по мировой инвестиционной политике, а также решение о создании рабочей группы по торговле и инвестициям. Какие преимущества все это дают Китаю, узнали мои коллеги. Мировая экономика сейчас не в лучшей форме, честно признаются эксперты. Вялая динамика, падение цен, а общий объем инвестиций пока не восстановились даже до кризисного уровня 2008-го. В Китае, по данным за 2015 год, экспорт упал на 2,5%. Но, тем не менее, этот показатель значительно лучше, чем в других развитых странах. Так, в Японии объемы экспорта снизились на 9,4%. Германия ощутила падение на 11,2%. В Бразилии и Индии экспорт упал на 16,7% и 17,5% соответственно. На Китай по-прежнему приходится примерно 1,8% всего мирового рынка торговли. Поэтому от действий крупнейшего экспортера напрямую зависит будущее глобальной экономики. Китайскую стратегию по продвижению соглашения о свободной торговле после вступления в ВТО можно рассматривать как очень важный шаг для создания открытых рынков. Это принесет пользу всем участникам процесса. Помимо торговли, Китай будет уделять больше внимания при увеличении инвестиций в рамках зон свободной торговли. Китай подписал соглашение о свободной торговле не только с развитыми странами, такими как Швейцария, Австралия или Сингапур, но и с развивающимися рынками Асиан, Пакистаном и Чили. Благодаря этим соглашениям существенно увеличились объемы торговли с этими государствами. Управлением развития второй крупнейшей экономики мира является сектор услуг. Это 14,5% от общего объема торговли КНР. И эта сфера набирает обороты. Правда, в общем знаменателе Китай пока импортирует больше, чем экспортирует. Основная причина – ослабление глобального мирового спроса. Существует огромный потенциал для роста сектора услуг Китая. Но развитие образования, здравоохранения и финансового сектора по-прежнему сдерживается различными факторами. Реформы в этих сферах также помогут стимулировать экономический рост. Между тем, уже сейчас мы увидим большой потенциал для развития такой сферы, как информационные технологии. По мнению экспертов, развитие сектора услуг не только позволит повысить качество жизни китайских граждан, но и подстегнет внутренний рынок. Ну и, наконец, Китай стремится более активно участвовать в глобальной электронной коммерции. Благодаря координации международных усилий в этом направлении, можно значительно повысить эффективность процесса и сократить издержки. По данным Министерства коммерции КНР, в 2015 году рынок трансграничной электронной торговли вырос на 30%. И это далеко не весь его потенциал. Глава Алива Багруб Джек Ма предложил создать всемирную электронную площадку для торговли через интернет. В этом случае даже самые маленькие игроки получат доступ к глобальным рынкам.